Слава нашему Господу! И я желаю в этот праздник, дорогие братья и сестры, вам, ну коротко, библейски, да даст он нам всем, и вам, и мне, от верхних и нижних источников, от росы небесной и от тука земли. Но очень хочется, чтобы от верхних источников и от росы небесной. Сегодняшний праздник соответствует историческому событию, когда люди получили крещение Духом Святым. Это стало праздником. Но когда я смотрю на вас, когда я смотрел на происходящее в зале, у нас получилась не праздничная обстановка, а знаете какая? Рабочая обстановка Духа Святого по усовершению святых. То есть по усовершенствованию, чтобы мы что-то оставили и к чему-то конкретно хорошему, чистому, святому, с которым считаются на небесах, приблизились, взяли, жили, ходили с этим. Да, будет благословен каждый человек, который понял это, который стремится к этому и пусть радуется. В связи с этим я хочу читать тексты Священного Писания. Несколько необычно сегодня хочу добавить к тому, что Дух Святой уже произвел в этом служении. Я верю, что это надо сказать. Итак, читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 по 17 стихи. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». В этой же главе 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 15 глава, с 26 по 27 стихи. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Итак, объединяющим словом всех этих трех отрывков Священного Писания является слово «Утешитель». «Чтобы довести то, что я хочу сказать до вашего понимания, я хочу, чтобы вы участвовали со Мною вместе. Скажите, дорогие братья и сестры, кто из вас крещен Духом Святым? Поднимите ваши руки. Спасибо, опустите!» «Слава Богу! Значит, вы уже не сироты. Вы имеете Утешителя. Это так? Ну так Писание Святое говорит. Я прочитал эти тексты Писания. Кто такой Утешитель? Это Дух Господен, это Дух Божий, это Дух Истины, это реальное присутствие Духа Святого внутри». Вы понимаете, насколько это серьезно? Насколько это результативно? В Писании и Утешителями названы только две личности – Иисус и Дух Святой. Если кого-то из людей называют Утешителем, то я вам скажу, иногда так хочется сказать, жалкие мы, люди, бываем Утешитель. Единственно, Дух Святой, Который исходит от Отца и Сына. Он истинный Утешитель. И кроме Иисуса и Духа Святого, нет и не будет других, эффективно действующих так, как они – Утешителей. Не будет других Возвещателей и не будет других Спасителей. Утешитель несет с собой Утешение. Кому надо Утешение? Ну, как кому? Сколько мы переживаем трудностей, проблем. Рядом умирают близкие наши, теряем друзей. Сами что-то теряем – здоровье, иногда органы тела. Ну, и из имущества что-то теряем. Ну, всякое бывает. Чего-то не хватает, тоска на душе. Кто Утешит? Я вам расскажу о себе. Возможно, вы это слышали, но я не считаю зазорным повторить это. Когда мой папа заболел серьезно, и мы узнали его диагноз, перед нашей семьей стал вопрос, как молиться Господу? Или об исцелении, или о блаженном переходе в вечность. А как узнать? А кто его знает? Мы научены так, что надо поехать к сосуду, к пророку, помолиться, ну, и отсюда уже получить ответ от Господа. Поехали мы с женой. Приехали мы к сосуду. Когда встали на колени, Дух Святой обратился ко мне со словом. Это было такое конкретное слово. Это было такое конкретное действие, что я после этого, плакавший целую ночь из жалости к отцу, перестал плакать. Пришло спокойствие и мир в сердце, в разум. Когда он умирал, мама плакала, я ее успокаивал. Еще пока он был живой, я ему сам уколы делал обезболивающие. Спокойствие было. Когда были похороны, я тоже был спокоен. И на кладбищах выступал, говорил. Только через шесть месяцев вот пришло осознание и боль утраты. Кто убрал это? Это убрал Дух Святой. Сила Святого Духа. Она может проникать до разделения Души и Духа, состава в мозгу и производить определенную конкретную работу. Веришь ли ты, дорогой слушатель, в это? Хочешь ли ты этого пережить? Достигай. А теперь слушаем дальше. Утешитель, Дух Святой, то есть, о котором мы ведем речь, и Слово Божие говорило, это тот, кто призван быть вместе и помогать. Это тот, который всегда рядом, всегда готовый помочь. Это ходатай, это защитник, это адвокат. Так переводится вот в греческом тексте греческое слово на русский язык, которое у нас переведено утешителем. Братья и сестры, но есть интересные особенности утешителя, о которых надо знать. Я сегодня хочу рассказать об этом. Бог и Христос, когда приходит в сердце человека с крещением Духом Святым, Он способен и творит обитель внутри, свою обитель. Не наши обители чистит, не наши благоустраивает. Он свою обитель творит во мне, и у вас, братья и сестры. Как Он это делает? Двумя выражениями. Во всей полноте и неповторимой красоте, как в вечности, мы будем это переживать. Он уже теперь на земле способен творить эту обитель. Но все, что мы переживаем с Богом, сегодня Духом Святым было сказано, обусловлено. Если мы хотим, чтобы Бог сотворил внутри нас обитель, нам не лишь бы, как надо искать этого и относиться к этому. Что говорит Слово Божие? Что сказал Иисус? Давайте прочитаем. Евангелие Иоанна, 14 глава, 23 стих. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вы слышите? Кто любит Иисуса? Братья и сестры, ну-ка поднимите руки, кто Иисуса не любит? Кто не любит? Не внимательно слушайте, доверяйте Мне сильно. Побойтесь Бога, человеку не доверяйте. Провокационный вопрос неожиданный. Кто не любит Иисуса? Нету! Слава Господу! Ну, а теперь любящий Иисуса, скажите, пожалуйста, а кто соблюдает Его Слово, как Он любящий нас ожидает? А? Поднимите ваши руки. Спасибо. Вот так. А теперь мы хотим, чтобы у нас была обитель Бога, чтобы Бог Отец и Дух Святой пришли и сотворили обитель. Ну, это интересное, неожиданное желание. Ну, во всяком случае, мечтать можно, но это не по Писанию. Знаете, братья и сестры, Писание Святое говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Это правда. Дорогие мои, есть еще одна такая особенность. Если мы храм Божий, обитель Бога, то Иисус сказал, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Что выходит из нашего чрева, из нашего внутреннего Я, из нашей сути? Что выходит? А? Братья и сестры, Дух Святой сегодня говорил, что выходит. И это не должно выходить. Так мы крещены Духом Святым или нет? Ну да, крещены. А реки воды живой, где они? Почему Бог не сказал, молодцы, братья и сестры, у вас реки, ну, рычаек живой? А Он рассказал о болоте. И что там в этом болоте содержится? Вы меня простите за такие конкретные выражения. Бог нас всех встает перед фактом, что Утешитель живет там и действует там реками воды живой, где Его любят, где соблюдают Его Слово. Он не может жить там и творить обитель, где любят только по воскресенье, по воскресеньям, когда богослужения на работе живут всяк, с соседями живут всяк, с друзьями мирскими общаются, с этими друзьями, которые в интернете, в телевизоре каждый день общаются. Он не может творить обитель. Это реальность. Он творит обитель, кто соблюдает Его Слово. Выйдите среди них. Не подклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Это чужое ермо, оно так легко, незаметно ложится, только стоит заинтересоваться, и твоя шея будет охвачена ермом. Опомнишься, но поздно будет. Очень интересная особенность Утешителя. Писание так говорит, что Он пребудет с вами постоянно, вовек. Знаете, братья и сестры, Он действительно вовек будет. И уже было упомянуто, прочитано из Писания, до тех пор с верующим, который получил крещение Духом Святым, пока Он его не угасит и пока его не огорчит. Вы понимаете? Он оставляет, но реки воды, то есть не оставляет, но реки воды живой не текут, радости нету, благословения тем более, только ждем, когда оно появится, а его нет и нет. Почему? Знаете, потому что угашен Дух Святой. В первом случае я сказал, а во втором оскорблен. А как угашен? Вы думаете, Дух Святой действует землетрясением, молния шаровая ударит, или еще что-то такое жаром тебя обсыплет? Ну, бывает и такое, Дух Святой. Не предсказуем, но это исключительный случай. Милые братья и сестры, Дух Святой сотрудничает со своим образом и подобием. Это значит со мной и с вами. Через посредство разума, чувств и наших желаний, то есть воли. Он посылает хорошие, положительные мысли. Нас посещают приятные чувства, надо вот это, понимание приходит, проявить вот это добро, хорошее, что-то сделать какому-то человеку. Это побуждение. Так хочется сходить, так хочется куда-то, хорошее сделать, добавляю. Так хочется встать на колени, помолиться. Ну, возьми, открой Священное Писание, почитай. Это побуждение от Духа Святого, но его можно угасить. Да как я пойду туда? А как на меня посмотрят? А как это воспримется? А как помолиться? Мне ж надо вот грядки посадить. Надо поехать за помидорами, за перцами, за огурцами, за капустой, и еще что-то. У детей день рождения, куда ты будешь там особо молиться, или еще что? Быстрее за подарком. И мы осуещенные, на линейку, в школу надо побежать, надо ж нарядить наших детей, чтобы они супер-пупер, извините за это выражение, выглядели. А побуждение благословить их, которые идут в школу, едут в лагеря, и любые места, где они направляются, побуждение было, времени не хватило. А как же этот утешитель бывает оскорблен, оскверняется четырьмя вещами, которым мы даем, способны давать место. греховные мысли, греховные эмоции, греховные слова и греховные дела. Огорчается и оскверняется. Вы знаете, что? Когда мы допускаем это, храм, где должен находиться Дух Святой осквернен, и ему просто тесно, не можешь. А так все равно не оставляет. Все равно не оставляет. Я работал с одним отступником долгие годы. И он мне говорил, ты знаешь, вздохнул, хоть я не веду несоответствующий образ жизни, и вот ты же знаешь, что я пью, но я могу молиться на иных языках, и Господь говорит через меня, но я уже стараюсь не пускать этого, как бы, чего бы плохого не было. Братья и сестры, грех смело пускает, а Духа Святого молиться на языках, он не пускает, как бы, чего бы ни было. Вы можете меня поправить. Вы можете сказать, а где есть уверенность, что через него именно Святой Дух говорит, а может и другой. Да, бывает и такое. Но поймите, если мы не дадим места Духу Святому, если мы не станем молиться или перестанем молиться Духом на иных языках, не дадим Ему возможность возбуждать здравый смысл горением, желанием и святостью, то мы не сможем оправдаться, очиститься, усовершенствовать себя чем-то своими усилиями без Духа Святого. Никогда. Никогда. Поэтому нам дана сила Святого Духа. Господь сказал, селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Дорогие братья и сестры, когда мы бываем на богослужении, вы слышите такую фразу, народ мой, дети мои, потому что я люблю вас. Что это значит? Это значит, что Бог с нами, внутри. Но угашен, может быть, и осквернен, вы были свидетелями тому, что Дух Святой говорил. Еще одна особенность, о которой я хочу рассказать, утешителя, и будущее возвестит вам. Я читал об этом в одном из текстов, прочитанных в начале. Будущее возвестит. Опять пример из жизни нашей семьи. Возможно, вы это уже не раз слышали. Ничего. В 50-е годы мой отец находился в заключении за веру. Впоследствии он рассказывал, что если посчитать шпалы от Воркуты, где он находился, до Котласа, под рельсами шпалы, и помножить их на пять, то это будет картина картина умиравших тогда в заключении людей. Число, количество. И это была реальность. Люди умирали, как мухи. И он уже тоже был не свободен от этой мысли. А еще ситуация отягощалась тем, что лагерное начальство сказало им, и он это слышал, «Вы отсюда живыми не выйдете». И он понимал. А в пятьдесят с небольшим так хочется жить. Братья и сестры, а в восемьдесят, семьдесят, как мне, не хочется разве жить? Ну, только ж пришло время пожить. Правда, уже дети выросли, проблемки ушли, пенсию заработали, ну, так хочется жить. Ай, царство-то, ну, мы веруем, любим, но пускай оно подальше протянется на земле. Так мы привязаны к земле. Ну, и папа мой такое переживал и загрустил. В лагере не было возможности вот так молиться, чтобы дрожали стены. Где-нибудь двое-трое тайком соберутся и помолятся и разбежались, потому что любая группировка, два-три человека запрещена была. И вот однажды, когда они собрались молиться, начали молиться, Господь поворачивает пророка к отцу и увидишь свободу, и возрадуешься, и так будет, и прославишь меня. Аминь. Знаете, что произошло с отцом, как с Фомой? Господи, как с нами часто бывает, когда мы слышим эти пророческие изречения. Господи, если это правда, если это Ты сказал, то сегодня тридцатое число. Я обещаю Тебе совершать хлебопреломление в этот день до конца жизни. Господь услышал обещание, пришел в 56-м году, в 1956-м, пухлый от голода ямочка, которую нажмешь пальцем щеку выравнивалась полтора часа. Отпоила мама коровьим молочком, витаминками, вот, которые в огороде росли, это была весна наступившая, отдохнул, поправился. Что мы видели, дети в нашем доме, папа с мамой совершали вечерю Господню 30-го числа. А уже в воскресенье, первое воскресенье месяца, следующего, в церкви было, хотя мы тогда не ходили, дома же молитвы не было, но я это знал. И так было до тех пор, пока мы не переехали в Барановичи. Когда наша семья переехала в Барановичи, купили полдома за отдолженные, то есть не оконченный дом, половина только, за отдолженные деньги, папа пошел на работу после 60-ти, пенсии никакой, и мы работали, чтобы выплатить долги, и он погрузился в церковную жизнь, а там был тоже напряг, дом молитвы был на Брестской, в аптистые пятидесятники, знаете, какие хорошие отношения бывают братские, один брат назвал такие отношения дратскими, извините за такие конкретности или откровения, и папа мой забыл, и так умер. Дорогие мои христиане, когда мы бываем зажаты в угол, никто нас не побуждает, не тянет за язык давать обеты Богу, и моего папу никто не побуждал, это просто непроизвольно из нашего духа, и я думаю, это правильно, но потом надо очень бодрствовать, чтобы исполнить все обещания, потому что последнее может быть хуже первого. Моя мама так говорила по некоторым случаям жизни, многое она имела ввиду, но я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, Дух Святой может возвестить будущее. Я не хочу затягивать долгое время, говорить об утешителе, это не все, но я хочу задать второй вопрос. Первый вопрос, помните, какой я задавал? кто крещен Духом Святым, значит, вы имеете утешителя. А теперь я хочу задать второй вопрос, обратный, это тоже по практической жизни, потому будем говорить, о чем Дух Святой, или о том, о чем Дух Святой сегодня сказал. Скажите, пожалуйста, а кто из вас не утешен еще? Или по-другому? А все мы утешенные, если посмотреть на наши лица в богослужении, даже когда хор поет радостные песни, или Господь что-то хорошее говорит, они такие конкретные, сосредоточенные, как у меня часто бывает. Что ж получается, мы имеющие Духа Святого и не утешенные, это так? Так. Почему это так бывает? Первый случай. Не утешенными люди могут быть потому, что они не получили утешителя, они не крещены Духом Святым. Я знаю, что в этом богослужении есть люди, которые не крещены Духом Святым. Я знаю, что смотрят через интернет, слушают эту проповедь люди, которые не крещены Духом Святым. И вы хотите, чтобы даже при соблюдении того, что уже услышали по отношению христианской жизни вы бы имели утешение? Нет. Такого не будет. Что надо сделать? Вам надо пережить крещение Духом Святым. Это не сложно. Иногда нам кажется, мы должны привести себя в порядок, очиститься, омыться, попаститься. Это такое трудное дело, что ой-ой-ой-ой. Братья и сестры, я любитель Слова Божия больше, чем вот таких вот рассказов. Хотя в этом есть некоторый смысл. Что говорит Писание? Павел говорил Галатам, 3 глава, 2 и 5 стих прочитаю. Все я только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Оказывается, Духа Святого Утешителя получают не через напряг дела закона, а через наставление в вере, то есть активировать надо веру. Помочь человеку и человеку самому надо это сделать. Второе, подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона совершает это или через наставление в вере. Опять же, действия Духа Святого производятся через наставление в вере. Вы можете двигаться в дарах Духа Святого, но должны быть наставлены. Поэтому, дорогие, кто не утешен, у кого печаль, пожалуйста, приложите усилия, не оттягивайте. Если вы еще молоды, запомните, с возрастом пережить крещение Духом Святым гораздо труднее, потому что твердыни в разуме мешают. в нашей деревне жил, и потом он жил в Минске, хороший, искренний брат, сосед наш, он был пятидесятник до мозга костей, но так и умер некрещенный Духом Святым. Не знаю, почему, не знаю, но некоторых знаю, у них представление, как это должно быть, и все, и они не переступят через это понимание свое. Трудно со своим мнением, со своими мерками входить в Царство Божие. Очень трудно. Надо входить по Писанию, через наставление в вере. Еще один момент, почему проблемы бывают, дорогие братья и сестры, если человек внутри что-то переживает помимо его воли. Дорогие мои, я хочу обратить внимание на то, что происходило сегодня в служении и то, что происходит на большинстве наших служений. Когда Дух Святой говорит, выходят в большинстве одни и те же самые люди. Скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, все, кто выходил и кто не вышел, как долго вы будете играться с верой и покаянием. Как долго? Я объяснюсь. Я имею в виду, я трезво еще думаю. Если вы однажды покаялись, то примите прощение Божье, так говорит слово. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Идею впредь не греши. Все. Чего вы еще раз выходите? Вторая возможность. Если вы покаялись и выходите дальше, что-то с вами происходит, может, враг мучает, посетите молитвенную группу об освобождении. Может, действительно надо пережить освобождение от действия злой силы. Это бывает правда. Мне приходилось беседовать со многими людьми, или с некоторыми, их было много. Они нуждались в освобождении, и во время молитвы ничего не происходило. Первый, второй, за третьим, четвертым разом начало что-то происходить. Я не могу объяснить, почему это. Иногда люди у кого-то не получали освобождения, где-то приезжали ко мне, иногда у меня не получали освобождения, шли куда-то ехали, они получили освобождение. Но не ходите с этим кафедрой, пожалуйста. Еще один момент. Если вы получили прощение, не грешите больше. Значит, вы грешники. Если вы выходите, я не осуждаю вас, братья и сестры. Я хочу сказать две вещи, которые являются духовным законом. Бог не делает того, что уже сделал, и не будет делать того, что мы должны, обязаны, как верующие сделать. Чтобы не говорить голословно, читаю тексты из Писания, чтобы вы не обиделись на меня, что вышел, тут разбомбил нашу веру, наши действия. Как это можно так, проповедник? Давайте откроем второе послание Петра, первая глава, из третьего стиха начнем читать и ниже. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Скажите, нам все дано потребное для жизни или благочестия или нет? Все. Тогда почему нет этой жизни? Вопрос. Может быть, я предваряю вот этот вопрос, который многим верующим придется услышать в вечности. Я тебе дал все для жизни и благочестия. Почему ты не жил? Почему ты не жил, а ты выходил? Ты думал, что некий блаженный туман или сила Святого Духа вытряхнет с тебя все. Я уже сделал это. Ты должна была поверить Святому Моему Слову и жить, прекратить это. Читаем дальше. «Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования», то есть обещания, «дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Дорогие братья и сестры, я это говорю, что чувствую в своем духе, и когда я смотрел на этих выходивших, они не хуже тех людей, не грешнее, которые остались в зале, блодники и пьяницы и детоубийцы, которые делали аборт и прочие мерзости, оскверняющие храм Святого Духа. Простите, братья и сестры, но как проповедник, как учитель, я не хочу замазывать вот эти вещи. Нам от божественные силы даровано все, чтобы жить. Одних поставил апостолами, пророками, пастырями, тем еще евангелистами, учителями. Для чего в теле своем? Для совершения, совершенствования святых. Пользуйтесь этими возможностями, но прекратите, чтобы Дух Святой не упрекал. Основная черта пятидесятнических богослужений ждать, пока Дух Святой скажет, выйти наперед, чтобы помолились, и до следующего случая. Сколько это будет продолжаться? Хороший вопрос, дорогие братья и сестры, не хочу быть обвинителем, но не могу, чтобы молчать об этом, потому что для проповедника это будет неправильно. Я просто ободряю вас верить тому, что написано в слове. Откройте его дома, прочитайте, скажите, Иисус, я люблю тебя, но не могу, не хочу делать эти мерзости, или вы немощные не можете разобраться, но есть же служителя, придите, пожалуйста, расскажите ситуацию, помогут, но не может один, другой, третий, четвертый, пятый, найдется кто-то, что поможет вам разъяснить, но, пожалуйста, Дух Святой увещевает каждое почти воскресное служение, одно и то же говорит, я вас люблю, я ожидаю от вас, пожалуйста, сделать еще один момент, бывает, о котором я хочу напомнить, дорогие братья и сестры, несмотря на то, что многие люди получили Духа Святого, или некоторые, допустим, у нас хотя бы, они пережили молитву об освобождении, у них проблем почему-то не решаются, они искренне дети Божьи, они ведут трезвый образ жизни, христианский, библейский образ жизни, стараются, молятся, посещают богослужения, делают все, что могут, но у них происходит так или произошло, что умерли в вере, не получив обетование. Вот такие ситуации есть, я не могу объяснить, братья и сестры, вот этих ситуаций, что открыто-то для нас, а что закрыто-то для Господа, это же так написано. Есть случай, когда мы знаем, а есть, когда не знаем. Что нам делать в этих случаях? У нас есть утешитель, и нам надо доверять ему до конца. До конца! И когда произойдет то, что закончится наша жизнь, и мы умерли в вере, не получив обетование, может так случиться, то знаете, что? Осуществится то, что написано в Писании, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть своим Богом, ибо Он приготовил им город. Аминь! Да утешен будет сегодня каждый, кто слышал это Слово, Слово от Духа Святого, Слово Священное Писание. Да придет утешение и осознание через то, может быть, я, ну, обидно сказал, простите, братья и сестры, но хочется сказать правду. Сегодня она так замазывается в христианских кругах или среде, что никто тебе не скажет правду. Где? Я не прав. За спиной говорят, но подойти в глаза сказать, белорусы никогда не скажут. Вот где-то. Знаете, что, братья и сестры, я хочу с вами помолиться, хоть коренько, коротенько за тех, кто переживает проблемы неутешен. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, вон,